Проверим сейчас с вами связь. Делаем это следующим образом. Напишите, пожалуйста, в чате, какой регион вы представляете. Я буду понимать, что вы меня хорошо видите, хорошо слышите. С кем мы еще не знакомы? Меня зовут Инселев. Я являюсь одним из предпринимателей, одним из топовых лидеров команды БМД-21. Так, приветствую. Володарск, Кировская область. Так, отлично. Алтайский край, Чувашский регион. Так, отлично. Приветствую, друзья. Московская область. Здравствуйте. Казань. Приветствую, Татарстан. Итак, ну, огромное количество регионов. Я так понимаю, хорошо видно, хорошо слышно. Еще раз. Меня зовут Эдуард Васильев. Я предприниматель, один из топовых лидеров команды бизнес-модель 21 века. Сегодня у нас тема виды заработка, виды дохода. Давайте договоримся следующим образом. Очень будет много цифр. Если кто-то не особо любит цифры, сразу хочу вам сказать, вот все просчеты, которые я сейчас буду вам показывать, все это делает компьютерная система, вам не надо все это рассчитывать самостоятельно, поэтому можете, то есть, ну, никоим образом не напрягаться, то есть, компьютер все это будет считать самостоятельно. Для тех, кто будет смотреть в записи, дорогие друзья, давайте договоримся вот о чем. Если вам что-то все достанется в ходе моего объяснения непонятным, вы обязательно зададите все вопросы своим наставникам. Договорились? Запомните, самая трудная работа – это та работа, которую ты не понимаешь. Точка. Еще раз повторюсь, самая трудная работа – это только та работа, которую ты не понимаешь. Сделайте для себя, пожалуйста, все здесь понятно. Итак, поехали. Все, кого мы приглашаем в свою команду, в этот бизнес, мы приглашаем на заработки. Я никого не зову сюда дешевле умываться, я никого не зову сюда просто, ну, тусоваться и так далее. Хотя это все здесь есть присутствие. Мы сразу приглашаем по максимуму, получать все по максимуму. Вот есть такое выражение – начинайте, если хотите, чтобы дело завершилось успешно, начинайте его с конца. Ну, вот чтобы это было понятнее, приведу такой пример. Скажите, с чего вы начнете строительство, например, загородного дома? Вот с чего бы вы начали строительство своего загородного дома? Совершенно верно. Спасибо большое, спасибо за помощь. С проекта, совершенно верно. Проект дома. Каждый из нас бы сделал свой проект, это однозначно. И только потом бы, да, то есть вы бы начали закладку фундамента и так далее, так далее, так далее. Поэтому очень важно иметь чертеж, иметь план конечного дома. Никто из нас, когда покупает куда-то билет, например, вам нужно из какой-то точки доехать до, ну, например, до Москвы, да, Чебоксар, Салтайского края, Сказани и так далее, так далее. Никто из вас не покупает билет с промежуточными отрезками. Каждый из вас покупает сразу билет до конечного пункта назначения. Вот что является конечным пунктом назначения, то есть в нашем бизнесе, да, одним из таких крупных станций, условно говоря. То есть это звание бриллиантового директора. То есть по-простому объясните очень легко. То есть это задача создать 6 директорских команд. То есть 6 директоров, 6 самых надежных ключевых бизнес-партнеров. Обратите внимание, вот это минимум. Наверное, спасибо Горису Мухлисову, что поддерживаете. Это минимальная планка. Что означает директор? Начнем с этого. Доход, средний доход, от 250 тысяч рублей в месяц. Это только единовременными премиями вы получаете 17,5 тысяч долларов суммарно. Это два раза в год отдых оплаченный границей на два лица. Это финансирование, автофинансирование автомобиля с 1 миллион 900 тысяч, премиум-класса. Это ВИП-участие во всех мероприятиях. Вот дайте обратную связь, пожалуйста, в чате. Те, кто смотрит в записи, ну просто задайте себе вопрос. Как вы считаете, имеет смысл ради этого обучиться новому, поработать по-серьезному год-два, чтобы выйти на такие уровни? Заметьте, я никого не зову на халяву, я никому не говорю, что здесь ничего не надо делать. Я каждого человека приглашаю сюда много работать. Но работать не бестолково много, а работать с умом. Поэтому бриллиантовые и золотые конференции два раза в год, как я вам говорил, это самый высокий уровень отдыха. Например, это 2017 год. У нас будет отдых, ну вот в ближайшей, точнее, в ближайшей конференции. Это будет круизный лайнер по Средиземному морю, по четырем странам. Ну вот делайте выводы. Это, как я говорил, бриллиантовый директор, это возможность выбрать из четырех марок BMW, Mercedes, Audi, либо Lexus. Вот напишите в чате, какую марку вы предпочитаете. И уже сейчас задумывайтесь, да, какой автомобиль вы себе подберете, когда закроете звание бриллиантового директора. Итак, а теперь о видах дохода, которые здесь есть. В вашем бизнесе всего 8 видов заработка. 8. Я начну с малого, да, то есть мы будем идти к большему уже. Итак, первый вид заработка – это экономия. Заметьте, экономия. Что такое экономия? Каждый из нас, регистрируясь в этом бизнесе, получает доступ к оптовым ценам. Мы с вами покупаем как минимум на 20% дешевле от цены, которая указана в рознице, в каталогах, соответственно. Вот умные люди всегда говорят, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Второй вид – заработка. Есть люди, которые умеют и любят продавать, то есть они, ну, любят это делать. Дайте, пожалуйста, в чате обратную связь, кто из вас будет тоже продавать, умеет это делать, нравится вам это делать. Но вот по статистике говорят, таких людей примерно 5%. То есть из 100 человек, условно говоря, 5 любят заниматься продажей. То есть вот я не продавец, могу сразу сказать, да, то есть вот и нарвот у меня получается, да, мне не люблю, кто-то пишет. Это не главный вид заработка, еще раз, почему вид заработка есть, еще раз повторюсь, 5% людей умеют делать и даже любят это делать. И вот компания им, потерпеть, могу продать, компания им предлагает как раз такую возможность. Поехали дальше. Третий вид заработка. Вот сейчас мы будем по-серьезному уже, хорошо? Вот сейчас советую даже, ну вот Алексей пишет, люблю продавать. Третий вид заработка, помечайте, возврат от 3 до 22% с личных объемов покупок. Компания нам возвращает с личных объемов от 3 до 22%. Что это такое? Давайте сейчас мы с вами с этим разберемся, хорошо? Итак, обратите внимание, товарооборот у нас в компании считается в баловых единицах. Для чего это сделано? Для простоты подсчета. Сейчас объясню. Так как мы с вами можем приглашать людей из 50 стран мира, то есть помимо 85 регионов России, плюс еще 50 стран мира. В каждой стране своя валюта. Казахстан, тенге, Украина, Белоруссия, белорусские рубли, ну и так далее, так далее. Вот как считать общий товарооборот вашей команды? Ну согласитесь, очень сложно. И тогда фирма приняла решение сделать так. Давайте мы сделаем следующим образом. Каждому продукту назначим определенную стоимость в баллах и в каждой стране сделаем свой курс балла. В Украине свой курс балла, в Белоруссии свой, в России свой. В России один балл равен примерно 40 рублей. Но так как на этом вебинаре сейчас представители разных стран мира и запись, я уверен, будут смотреть представители разных стран мира, я для простоты беру, что один балл равен примерно 1 доллар. Поставьте в чате плюсик, если я смог это понятно объяснить вам. Почему 1 балл 1 доллар? Чтобы было понятно всем, всем регионам. Итак, таблицу вы видите, да, таблица премиальная. От 3 до 22 процентов. То есть, если вы сделали личный товарооборот от 450 баллов, то это возврат 3 процента, ну и так далее, так далее. Ну вот смотрите, например, вы сделали личный товарооборот 200 баллов, вам фирма с этого возвращает 3 процента. 200 баллов это 200 долларов, по-другому 6 долларов. Если вы сами сделали личный товарооборот 3000 баллов, ну вот сейчас предновогодние возникли. Я знаю, что люди, кто любит продавать, как мы говорили уже этого, они легко действуют 3000 баллов личных на корпоративных заказах и так далее. То есть 3000 баллов – это 3000 долларов, 15% возврат – это 450 долларов. Ну, соответственно, если вы сделали лично 70 тысяч баллов, то возврат 22%. Это 1650. Дайте обратную связь, пожалуйста, в чате. Смог ли я это понятно вам объяснить? Итак, третий вид заработка – возврат до 22% с личных объемов покупок. Отлично, разобрались, поехали дальше. Четвертый вид заработка. Фирма говорит, не обязательно делать большие товарообороты одному, ты можешь команду строить, людей приглашать. Мы с вами выбрали модель быстрого роста. В чем идея модель быстрого роста? Мы с вами методику команды крутим. Я еще раз хочу ее напомнить и даже вот нарисую вам. То есть как мы строим с вами наши 6 команд? Так, вначале все вместе строим, да, свою первую команду. Вы это делаете вместе со своим наставником. Все регистрации делаем в одну цепочку, друг за другом. Понятно, да, идея? Вот когда вы строите свою первую команду, ваша задача очень быстро обучиться всем основным функциональным задачам, как делать личный товарооборот, как приглашать людей, проводить планерки, как обучать своих новых партнеров. Дальше вы начинаете уже строить свою вторую команду. Я сейчас не буду тратить на это долгое время. У нас есть отдельное обучение, как правильно выстраивать эти 6 команд. Хорошо, есть даже видеозаписи. То есть кому это интересно, обязательно свяжитесь с наставниками, они вам дадут видеозаписи, доступы к этим обучениям. Итак, давайте разберем вот этот четвертый вид заработка. Смотрите, например, вот ваша первая команда сделала старый товарооборот 1000 баллов. Ну, там, например, 10 человек сделали товарооборот по 100 баллов. Всего получилось 1000. Вы сделали личный товарооборот 200 баллов. То есть в сумме у вас получилось с командой 1200 баллов. Давайте смотрим по таблице премиально. Вам фирма вернет с личного товарооборота с 200 баллов 9%. И с группового товарооборота вы получаете разницу. То есть у вас 9%, у вашего партнера, у первой команды 9% разница. Сколько? Ноль. Совершенно верно. То есть с товарооборота первой команды вы получаете 0%. То есть нисколько не получается. Вот мне очень интересно, когда я вживую такие встречи провожу, видеть глаза новых партнеров. Они говорят, нифига себе, я тут, ну, я читаю прям по глазам. Деньги приглашали зарабатывать, да, то есть, а тут говорят 0%. Я говорю, не торопись. Еще раз обращу внимание, пока мы с тобой строим первую команду, ты обучаешься. Поставьте, пожалуйста, восхлицательный знак в чате, если это понятно объясняю. Ребята, первой командой, еще раз говорю, твоя задача, он очень быстро обучится принципам. Слово быстро каждый понимает в меру своей испорченности. Для кого-то быстро это 1-2 недели, для кого-то быстро 2-3 месяца, а для кого-то быстро это 1-2 года. Поэтому решайте для себя, с какой скоростью вы хотите расти. Следующий пример, опять же, теперь, например, вы начали строить уже вторую команду, у вас 2 команды. Понятно, да, идея? То есть, у вас, вот они, 2 команды. Давайте разберем. Первая команда сделала товарооборот 5200 баллов, смотрим, это от 5 до 7500 баллов, 18%. Вторая команда сделала, например, товарооборот 3400 баллов, смотрим, от 3 до 5, это 15%. В сумме у вас получилось 5200 плюс 3400, 8600, плюс ваш 8800 баллов. Видите, да, все, что больше 7500 баллов, это 22% премиально. Теперь смотрим, что вам компания выплачивает. Вам компания выплачивает 22% с 200 баллов. Компьютер это посчитает. 200 баллов, это 200 долларов, можете посчитать. От 200 долларов вы получаете 22%, это 44 доллара. Дальше идем. Что вам компания выплачивает с группового товарооборота? Разницу в процентах. У вас 22%, у вашего партнера 18%. Разница сколько? 4%. То есть, вы получаете 4% от чего? От 5200 баллов. То есть, от 5200 долларов по-другому. Но можете посчитать, у кого хорошо с математикой, да. От 5200 долларов, 4%, это будет там 200, по-моему, 200 с небольшим долгом. Дальше. Вторая команда у вас делает 3400, это 15%. Да, у вас 22. 22 минус 15, это 7%. Вам выплачивает 7% от 3400. Можете посчитать, это будет там около 200, там почти 230 долларов. Понятен механизм, как идут выплаты. Вот чем удобно вот это понимание. Когда ты понимаешь, как идет начисление премиальных, ты можешь просчитать свой будущий доход. Еще раз подчеркну. Если кто-то из вас не особенно любит цифры, ребят, не запаривайтесь. Все будет считать компьютер. И если что, есть всегда наставники, которые в цифрах хорошо разбираются, и мы вам обязательно все это досконально объясним. Только давайте договоримся. Вы смело задаете вопросы. По телефону, в личке пишите обязательно. Хорошо? Договорились? Поставьте виск договорились. Кто в записи смотрит, я уверен, что мы с вами договорились. Смело задавайте вопросы. Мне задавайте, прямым наставникам своим задавайте вопросы. То есть, сделайте для себя здесь все понятно, обязательно. Хорошо, с этим разобрались. Поехали дальше. Теперь смотрим. Один из ваших ключевых бизнес-партнеров, например, сделал товарооборот более 7500 баллов. 7500 баллов – это 22%. Смотрите, у него 22% и у тебя 22%. 22-22% – это 0% разница. Что, опять 0% получать? Ничего подобного, ребят. И вот тут есть пятый вид заработка. Фирма говорит, вот за таких партнеров, которых вы выведете на уровень премиальных 22%, мы вам будем за них по-особенному платить. Пожизненно 5% с товарооборота лидеров первого уровня. Ну вот смотрите, да? Например, один из партнеров со своей командой сделал групповой товарооборот 10 тысяч баллов. В сумме со всей группой. Вам фирма с этого товарооборота будет платить 5%. Вот посчитайте, от 10 долларов 5% – это сколько? От 10 тысяч долларов 5% – это сколько? У кого хорошо с математикой, посчитайте. От 10 тысяч долларов 5% – это сколько? Ну вот напишите в чате. 500 долларов. Совершенно верно. 500 долларов. Это в 3 недели. А выплаты у нас каждые 3 недели. Умножьте на 17 раз в году. Сколько это получается в год? 8 с половиной тысяч долларов. А если команда делает не 10 тысяч баллов, а если делают они 20 тысяч баллов, 30 тысяч баллов, что с этой суммой? А если таких у вас команд не одна, а две, а пять, а если 10 таких команд? Я сразу хочу сказать, мы всех абсолютно приглашаем вот на такой вид заработка. Я никого не зову на процентный уровень. Я каждого из вас приглашаю вот на этот, пятый вид заработка. Дайте обратную связь, если это понятно объяснил. Кто с этим согласен? Я никого не зову на экономию. Я никого не приглашаю на просто заработать там на разнице в каталоге. Я никого не зову просто на процентный уровень. Процентный уровень – это этапы обучения. Я всех приглашаю создавать вот такой бизнес на пятый вид заработка. Понятная идея? Некоторые говорят, а что у вас там мой человек, мой знакомый, там уже месяцев он еще там ничего не зарабатывает, больших денег. Я говорю, а что вы в институте на пятом месяце учебы не предъявляли там декану, что вы еще зарплату не получаете? Пять лет учатся, а потом еще не работают по своей специальности и ничего. То есть, ребят, еще раз старюсь. Вот главный ориентир. Создавать вот такие команды. Выводить команды, свои команды на уровень 22%. Поставьте восклицательный знак в чате, если мы с вами договорились об этом. Вот на какие результаты мы вас зовем. Вот на какие уровни мы вас зовем. И вот как мы будем с вами работать на это. Поехали дальше. Вот это называется, дорогие друзья, вот это называется резидуальный доход. Что такое резидуальный доход? Запомните, в мире существует только два вида заработка. Линейный доход и резидуальный доход. Что такое линейный доход? Это когда за один раз выполненную работу ты деньги получаешь один раз. Ну, например, месяц отработал, зарплату получил за этот месяц отработанный сколько раз? Один раз. Понятная идея? Например, да, купил где-то квартиру подешевле, перепродал ее, доход получил один раз. Купил автомобиль где-то, да, перепродал его, доход получил один раз. Это линейный доход. То есть получается, линейный доход есть только пока работаешь. Резидуальный доход, это когда за один раз выполненную работу доход многократно. Ну, банальный пример резидуального дохода Юрий Антонов. Юрий Антонов, знаменитый композитор, написал много классных композиций и запатентовал их. За каждое использование его композиции где-то ему платят процент. Он, может быть, эту музыку писал, да, там, одну ночь, но за один раз хорошо проделанную работу деньги он получает сколько раз? Вот напишите в чате. Вот сколько раз ему за эту один раз проделанную работу платят деньги? Задумайтесь об этом. Я понял в свое время, что я не Юрий Антонов, но не смогу я так вот написать. Понятно, да, идея композиции? Вот здесь же мы с вами один раз ты хорошо отработал с одной командой. Это один раз, ребята, это не один день, не один час. Один раз, это означает, один раз, может быть, ты полгода хорошо отработал, а денег тебе сколько раз будут платить? Вот напишите в чате, сколько лет ты будешь получать? Сколько десятилетий ты будешь получать? Понятная идея? Вот чем мне восхищает этот бизнес. Вот на какую идею мы зовем. Я готов отработать год, два, три с любой из команд своих, чтобы потом, да, как вы пишете правильно, всю жизнь, многократно получать за один раз хорошо выполненную работу доход. Поэтому, ребята, еще раз говорю, никогда не ищите место, где нужно мало работать. Ищите место, где за один раз хорошо выполненную работу будут платить много раз и самое главное, чтобы компания, с которой сотрудничать, была надежной. Надежность изменится только за временем. Поэтому вот это очень важно понимать. Шестой вид дохода. Вот я когда его увидел, я понял, что в руководстве дураков не держали, остается. Это вот однозначно. Вот Ростислав правильно подсказывает. Всю жизнь и еще впоследствии останется наследником. Шестой вид дохода. Обратите внимание. Скажите, вот этот партнер вышел у вас на уровень 22%, так? А ему выгодно, чтобы у него были 22%? Конечно, потому что ему будут 5% с их товарооборота платить. Скажите, а ему выгодно, чтобы у него были лидеры, которые выйдут на 22%? А ему выгодно, чтобы у него были? И вот тут фирма говорит, мы вам будем платить 2% с товарооборота лидеров 2 уровня. 0,25% с товарооборота лидеров 3 уровня. 0,25% с товарооборота лидеров 4 уровня. уровня, 0,125% с товарооборота лидеров 5 уровня и 0,0625% с товарооборота лидеров 6 уровня и ниже. Скажите, пожалуйста, выгодно вам работать с 10 уровнем, с 20 уровнем, с 50 уровнем, с 100 уровнем, с 200 уровнем, с 1000 уровнем своей организации? Выгодно вам, чтобы у вас было в 100 уровне такие лидеры? Понятная идея? Ребята, посмотрите на это внимательно. Смотрите масштабнее, смотрите серьезнее на этот бизнес. И вот я сейчас перед собой ставлю задачу, чтобы каждый партнер в моей команде, абсолютно каждый, обязательно узнал про все виды дохода, которые здесь есть. Обязательно. Поставьте восклицательный знак, если понятно объяснил про шестой вид дохода. Вы понимаете, что процентик-то маленький вроде бы кажется, но с большего количества групп. Ведь обратите внимание, посмотрите серьезнее. Посмотрите, очень серьезнее. А у него же может быть этих групп не одна, а шесть. А если у этих шестеры свои по шесть, вот смотрите, у него шесть, то здесь во втором, в третьем уровне для вас 36, здесь 216, здесь 296. Понимаете в чем? Поехали дальше. Седьмой и восьмые виды дохода. Седьмой вид заработка, кто записывает, запишите себе. Это бонусы за активность. Восьмой вид заработка, это за карьерный рост. Что это такое? Сейчас расскажу подробнее. Вот седьмой и восьмой вид заработка, еще раз повторюсь, седьмой вид заработка, бонусы за активность. Активность в этом бизнесе создается, и при том вознаграждается финансово. Восьмой вид дохода, агерный рост. Компания прекрасно понимает, есть люди, кого помимо денег еще мотивирует признание. Вот дайте обратную связь. Кто бы хотел получать признание за свою хорошо проделанную работу? Что такое признание? Вот вам на работе, на хорошую работу больше ругают или хвалят? Понятно, да? Где-то по найму. Вот очень часто мне говорят, что на работе, даже если ты сделал работу хорошо, дай бог, чтобы не отругали, то есть, а чаще всего даже не замечают. Сейчас поговорим подробнее обо всем этом. Вот это карьерная лестница компании. Какая карьерная лестница? Сейчас объясню более детально. Смотрите. Первая ступенька, первая ступенька такая серьезная. Вот когда вы вышли на уровень 22%, вы получаете статус старший менеджер. То есть, старший менеджер – это лидер, кто вышел на уровень товарооборота 70,5 тысяч долларов. Более. Когда вы этот результат подтвердили в 8 каталожных периодов из 17 в году, может быть, подряд, может быть, да, то есть, не подряд, но 8 из 17 в году, вы получаете другой уровень. Называется он директор. Этот уровень называется директор. Какие привилегии получает директор? То есть, вы показали, что вы не случайно сделали этот результат. Вы получаете единовременную премию 1 тысячу долларов. Вы получаете автобонус. Фирма готова вам финансировать покупку автомобиля до 700 тысяч рублей. Есть специальная автопрограмма. У нас в команде уже более 120 партнеров ездят на своих автомобилях. Дальше. Директор получает приглашение на банкет директоров на два лица. Например, в России это проходит в Москве. В одном из крутейших мест знаменитые ведущие, звезды эстрады в один из моментов вечера называют ваше имя, вас приглашают на сцену и вам вручают чек в 1000 долларов. Вот я всегда говорю, этот бизнес, это не только доходы, это еще и мощное признание. Это классный отдых, очень высокий уровень жизни. Идем дальше. Что нужно сделать для того, чтобы расти дальше по карьерной лестнице? Когда у вас в команде появляется первый директор, вот первая команда, и человек стал директором, вы получаете статус старший директор. Старший директор, вот раньше этого звания не было. Вот видите, да, у меня даже на слайде тут нет чека полторы тысячи долларов. Недавно ввели это звание. Когда у вас один директор в команде, вы получаете чек на полторы тысячи долларов и звание старший директор. Когда у вас таких директоров два параллельных, подчеркну, параллельных это означает вот две команды. Вот первая и вторая. Поставьте плюсик, если это понятно. Вот две команды параллельные сделали 22% и подтвердили, что не случайно этот сделали результат. Они стали директорами. Вы получаете статус в этом случае золотой директор. Золотой директор получает чек на две тысячи долларов. Золотой директор получает приглашение на международную конференцию. Как я говорил, да, вот, например, в этом году мы были на Кипре. Это полностью оплаченный отдых компаний. Перелет, проживание, экскурсии, все за счет фермы. В следующем году, в 2017 году, в сентябре, это будет круизный лайнер по Средиземному морю. Но вот я сейчас хочу взять паузу. Вот задумайтесь, пожалуйста, в каком случае вы станете золотым директором? Вот напишите, пожалуйста, в чате. В каком случае, вот как вы поняли, станете золотым директором? Вопрос немножко обыскураживает, я понимаю. Но я когда понял ответ, ты станешь золотым только в том случае, если поможешь двум людям стать директорами. Спасибо большое за ваш ответ. Если ты поможешь двум партнерам стать директорами. Ребята, запомните, вот быстро в этом месте растут только те, кто думают не о своем результате, а о результате своих партнеров. Как бы это красиво не звучало, вот есть, я вот 15 лет в этом бизнесе, и я всегда вижу людей, которые это просто говорят, и я всегда вижу людей, которые на это работают. Поставьте восклицательный знак, если смог это объяснить. Есть люди, просто красиво говорят об этом, а есть люди, которые своими деятельами показывают, что они не на свой результат работают, они на самом деле хотят помочь двум своим партнерам стать директорами. Вот первый партнер у нас, кто стал директором, это был мой родной брат, второй партнер был, это наша одноклассница. Кто будут ваши первые два директора? Вот напишите в чате, кто будут ваши первые два директора? Кто это будут? Может быть, вы сейчас имя напишите, может быть, вы напишите, кто по родству этот вам человек. Понятная идея? Вот если вы правильно выставите вот себе здесь в голове фокус, тогда у вас все будет хорошо. Будут первые два директора. Поняли идеи? Не один, а первые два директора. Следующее. Когда у вас в команде три директора, это звание старший золотой директор. Спасибо большое. Спасибо, друзья, что пишете. Три директора. Смотрите, три директора параллельно. Первые два у вас есть уже, плюс третий. Еще один. То есть вы получаете чек на три тысячи долларов. Доход старшего золотого директора составляет около ста тысяч рублей в месяц. Когда у вас таких директоров четыре, это звание сапфировый директор. Обратите внимание, обвожу это звание. Сапфировый директор. Еще плюс одну вы группу прибавили. То есть у вас в сумме четыре команды. четыре тысячи долларов единовременная премия. Доход месячный более ста тридцати тысяч. Месячный доход, подчеркну, более ста тридцати тысяч. Когда у вас таких команд шесть, шесть команд, директорских, шесть команд, вы получаете чек на шесть тысяч долларов. у вас в сумме стало шесть команд. Чек на шесть тысяч долларов. Доход на этом уровне, мы уже говорили с вами об этом, от двухсот пятидесяти тысяч. Фирма финансирует покуп автомобиля премиум-класса на сумму один миллион девятьсот тысяч. С уровня бриллиантовый директор, поездки уже в январе месяца, это уже эксклюзивный отдых. Вот, например, 13 января, ровно через месяц получается как раз, мы отправляемся на нашу бриллиантовую конференцию, это будет Майами, Флорида, Соединенные Штаты. Полностью оплаченная поездка компании. Ребят, мы даже офигели, в хорошем смысле, я уж просто в восторге в таком. Нам даже компания оплатила перелет в Москву, в посольство, для того, чтобы мы съездили получить визу. То есть, все оплачено компанией, перелеты, обживания, подчеркну еще раз. Для этого нужно помочь шести людям стать директорами. Шесть человек. Вот поэтому себе уже тоже прикидывайте, да, кто будут эти люди. Может быть, да, скорее всего, первые две команды, три команды, это будут ваши друзья, знакомые, родственники. А дальше, скорее всего, это уже придут люди, которые придут в результате. То есть, те люди, которые, может быть, сразу за вами не пошли, а пошли только впоследствии. Обратите внимание, бриллиантовый директор, это еще не птолог. Когда у вас команд 8, старший бриллиантовый, чек на 8 тысяч долларов. Когда таких команд 10, дважды бриллиантовый, чек на 10 тысяч долларов, примерно такой же доход месячный. Когда у вас таких команд 12, это звание исполнительный директор. Чек на 24 тысячи долларов, обратите внимание, по курсу все выпьет. Исполнительные директора за границу уже ездят, путевка на 4 лица, и им финансируется покупка автомобиля стоимостью более 3 миллионов рублей. Ребят, вот дайте обратную связь. Скажите, пожалуйста, мотивируют такие вознаграждения? Вы знаете, вот что мне здесь нравится. В этом бизнесе никто не будет смотреть на длину твоих ног. В этом бизнесе по барабану, какой у тебя образование. И здесь все четко, сильно, прозрачно. Тут все видно и все прозрачно. Обратите внимание, ты четко видишь. То есть 7,5 тысяч баллов товарооборот подтвердил результат, получил звание директора. Две команды директорские, ты золотой. Три команды, старший золотой. То есть ты видишь четко, конкретно, за какую работу и сколько тебе будут платить. Если где-то работа по найму, я работал раньше в Газпроме, кто не знает, то там очень часто зависело от того, какие у тебя отношения с начальником, зависело очень много от того, есть ли у тебя блат, нет ли у тебя блата. Я еще раз тысячу раз повторяю, здесь никто не будет смотреть на длину ваших ног, на ваши дипломы, на то, какие у вас отношения с кем-либо. Здесь платят за конкретно выполненную работу, за конкретно сделанный результат. Еще раз подчеркну, аптопрограмма, вот дайте обратную связь, кого она мотивирует, когда мне кто-то говорит, мне не нужен автомобиль, продай его, будут деньги, ведь автомобили это те же самые деньги. Согласны с этим? В любом случае, поехали дальше. Два директора в твоей команде, мы говорили, это золотые конференции. Вот у нас уже было с Наташей более 30 стран мира, и мы в некоторых странах были по нескольку раз. Ребят, я не из семьи и олигарх, то есть, мои родители из деревни родом. Вот кто понимает, о чем я сейчас говорю? Кто тоже не из семьи и олигарх? Кому ничего на блюдечке не подавалось в этой жизни? Поэтому, ребят, еще раз повторюсь, если уж мы смогли, то любой, абсолютно любой человек это сможет. Вот это, например, фотография с Мексики, вот это фотография из Кении. Да никогда бы я не побывал в этих странах, никогда бы мы с Натальей не смогли там оказаться. Это Сингапур, 57 этаж, отель, отель, на крыше которого бассейн. Ребят, здесь, представляете, два года назад это было, бриллиантовая конференция, 23 января, как сейчас помню. Я помню, когда я сидел там в бассейне, я сам себе говорил, вот если бы я в свое время не принял правильное решение, то я бы сейчас в зиме где-то работал бы по найму, за зарплату в лучшем случае в 30-50 тысяч рублей, это в лучшем случае, понятно, да, идея, либо, то есть, принятое правильное решение и делались правильные функциональные задачи. В итоге, такой результат. Дорогие друзья, вот, если пишите, запишите себе, либо запомните, посмотри на результаты своих наставников, это то, что ожидает тебя. Посмотри на результаты своих наставников, это то, что ожидает тебя. Мы никому из вас не обещаем леглисти, но мы каждому из вас гарантируем жизнь обеспеченную, жизнь интересную, жизнь оплачиваемую. Еще раз повторюсь, да, то есть, меня вот, например, мотивируют автомобили, сейчас их у меня два, то есть, один Mercedes и один Touareg, все оба автомобиля в полной комплектации. Автомобиль Mercedes, это была моя мечта, E-класс купе. Понимаете, это автомобиль, необходимость, это автомобиль мечта, я его называю. Мечты нужны для того, чтобы их осуществлять. Кто согласен? Дайте обратную связь. Да, это экономически может быть невыгодно. Когда некоторые говорят, то есть, это невыгодный автомобиль экономически, я говорю, согласен, и выгоднее было бы купить там квартиру, сдать ее в аренду или еще что-то. Но это автомобиль мечта. Вот я вас приглашаю в этот бизнес, для того, чтобы вы здесь осуществляли свои мечты. Понятная идея? Поэтому я каждому рекомендую, составьте список своих мечт, разбудите в себе эти мечты, вспомните, что вы на самом деле хотели. Вспомните, ради чего вообще имеет смысл жить. Ведь нет, жизнь, это не просто в понедельник пойти на работу, чтобы было на что купить, да, то есть там еду, чтобы поспать, чтобы опять пойти во вторник на работу и вот так вот пять дней, для того, чтобы потом субботу, воскресенье отдохнуть, для чего? Для того, чтобы понедельник опять на работу и 40-50 лет такой жизни. Сейчас есть другая возможность, раньше не было, сейчас она есть. Обратите внимание, вот какой сейчас отдых, доход, вернее, возможен в этом бизнесе. Сфотографируйте вот этот лайк. Спасибо, Александр. Круто, меня мотивирует, я надеюсь, что окажусь на этой яхте по твоему приглашению, для меня это была бы большая честь. Вот напишите, пожалуйста, сейчас в чате, какое звание вас мотивирует. Вот посмотрите, какой доход. Красным отмечено годовой доход, который сейчас. полтора года назад доход был меньше. Единственная компания, которая увеличивает выплаты, доходность. Вот посмотрите, какое звание вас мотивирует. кого-то директор, в основном я вижу бриллиант, бриллиант, бриллиантовый президент, вижу. Поэтому вот сами для себя определите планку, на какой уровень, да, то есть вы готовы работать. И сразу же уже прикиньте, сколько нужно для этого директорских команд создать. отлично. Ну что, поехали дальше. Как образец примера, несколько примеров. Как говорят, лучше показать несколько примеров, чем говорить миллион слов. Один из наших партнеров в команде. То есть все выплаты мы получаем официально через банк. Обратите внимание, индивидуальный предприниматель, Плешков Олег, поставьте плюсик, если видно, я обвожу вот обратите внимание, сумма выплаты составила 197 тысяч рублей. Кто его знает, это молодой парень, который 21 год, 22 года практически. 22 года, ребят. Доход почти 200 тысяч рублей. Да, это был его доход, когда ему выплатили, друзья, дополнительно выплатили к его месячному доходу 2 тысячи долларов по тому курсу. Нормально? Поняли идею? Сейчас его доход каждые 3 недели более тысяч без бонусов. Только, только с доходами. Дальше идем. Обратите внимание, платежное поручение от 12 марта 2015 года. То есть это полтора, почти два года. прикиньте, сколько сейчас он зарабатывает. Следующий пример привожу. Индивидуальный предприниматель. Замятина Анжелика. Тоже кто-то из вас ее знает. Девушка из Чувашии, которая благодаря этому бизнесу купила себе коварсуру сейчас в Москве. 14 мая 2015 года официальное вознаграждение плательщика Арифлейм ООО Арифлейм Косметикс. Видите? Сумма вознаграждения составила 187 тысяч рублей. Нормально? Поэтому, дорогие друзья, еще раз повторюсь, деньги нужно видеть, большие деньги нужно видеть умом, своим умом. И в будущее надо свое смотреть тоже своим умом. Давайте подводить итог. Первый вид захода. Экономия. Второй вид заработка. За личные консультации по продукции. Третий вид заработка. За большой личный товарооборот. Четвертый вид заработка. За приглашение и обучение. Это называется за спонсирование. Мы это говорим за вашу работу с вашими людьми. Не за их работу, а за то, как вы с ними работаете. Пятый вид заработка. Потому что вы обучили личностству, предпринимательству. Шестой вид заработка. За то, что ваши лидеры, ваши ключевые партнеры стали учителями и они уже других обучили всем навыкам предпринимательства. Седьмой вид дохода. Премии за активность. И восьмой вид дохода. За ваши амбиции. Это разовые чеки за звание. Это возможность путешествовать. А вот теперь у меня три вопроса ко всем. Кто из ваших знакомых знает о всех возможностях бизнеса? Второй вопрос. Кто им об этом расскажет? Не обольщайтесь. Иногда бывает, если вы не успели, это может успеть сделать кто-то другой. И третий вопрос. Что сейчас вы начнете делать? Часто, когда я рассказываю про эти виды заработка, выясняется, что большинство людей, кроме первых двух, экономии, продажи, и там может быть приглашение людей, ничего не знали. Мало кто знает обо всех возможностях. Поэтому возьмите эти слайды себе. Как только закончится это обучение, мы выложим их снова во все чаты. И начните рассказывать сами по этим слайдам своим знакомым, своим близким через скайп. Скиньте по электронной почте или как-то еще по телефону объясните, пускай он листает сам у себя на компьютере. Встретитесь, покажите приличные встречи эти слайды, покажите про все это. Еще раз повторюсь, включай, я всегда всем говорю, включайте мозги, включайте свой мозг. Большинство профессий через несколько лет уже не будет. Я каждому человеку, вот сегодня проводил с одним парнем встречу, я говорю, задумайся, нужна ли будет твоя профессия через 5-10 лет, задумайся об этом. Будут в твоей профессии повышать доходы, или она там будет обесцениваться в связи с тем, что идет автоматизация. Поэтому, еще раз повторюсь, включайте мозг. Рекомендации еще, что нужно делать для того, чтобы был быстрый рост в этом бизнесе? Провести 300 личных встреч, собеседований. Когда вы проведете 300 встреч, я вам могу сказать, вы найдете по-любому своих 6 ключевых бизнес-партнеров. Изучить 25 книг по этому бизнесу. Список литературы есть. И третье, посетить все обучения, обучаться. Когда я встречаю людей, которые говорят, я там был, у меня не получилось, я говорю, а сколько ты встреч провел? Выясняется, что на пальцах одной руки умещается. Я говорю, а сколько ты книг изучил? Выясняется, что вообще ничего не изучал. Я говорю, а сколько ты обучений посетил? Выясняется, что там единицы буквально. Я говорю, знаешь что, все вопросы к человеку в зеркале. Это не халява, это бизнес. Кто согласен? Ставьте выставительный знак. Вот для того, чтобы зарабатывать такие серьезные доходы, я говорю, вы что, блин, ребят, доработать надо, везде нужно работать. Здесь тем более нужно работать ради таких результатов. Еще раз хочу подчеркнуть, только выполнение четких действий приведет к четким конкретным результатам. Только так и никак по-другому. Ну что, дорогие друзья, желаю каждому из нас успехов, желаю вам конкретно, очень скоро, очень быстро, по слову быстро, каждый из вас понимает по-своему, сделать так, чтобы все ваши знакомые узнали про все 8 видов дохода. Желаю нам успехов, отличного каталожного периода, больших результатов. Ребят, делай, все получится. А с деньгами ваша семья будет жить так, как на самом деле вы мечтали, так, как вы на самом деле достойны. Будьте счастливы, всего хорошего, с уважением к вам, Эдуард Васильев. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok